Мы не врачи. Мы не знаем, какой из врачей, о которых говорят, лучше. Нас вообще не интересует, собирают деньги родители или не собирают. Вот есть 201 ребенок, по которому мы взяли на себя обязательство приобрести необходимые препараты. Мы их приобретем. Благотворительные организации не существуют, чтобы заменить государство. Укол зонгенсму делают у нас в стране, это в центре материнства и детства. Где эффект больше от нашей помощи, мы там и будем помогать. Как вы относитесь к людям, которые не доверяют нашей медицине? Меньше всего хотел бы и не буду пиариться на фоне тех, кому мы поможем. А если шансы невысокие, вы будете помогать? Тех, кто просит помощи и кто считает, что ему должны помочь, их гораздо больше тех, кому мы поможем. Можно вам задать личный вопрос? Чтобы хорошо бегать, надо просто бегать. Вы уже начали помогать или же пока только структуру создаете? Фонд работает. Я считаю, что хотя и организационный период продолжается, он не может не продолжаться, потому что мы пытаемся заниматься такими системными вопросами, которые требуют большой детальной проработки. Но в то же время есть много направлений, по которым мы уже работаем. Вот по много заявок и по каким направлениям начали работать, здесь существенно все-таки расходится по следующим причинам. Первоначально, когда президент озвучил идею создания фонда, у населения все-таки создалось впечатление, что этот фонд будет помогать деньгами для разрешения таких жизненных ситуаций, как сложности с оплатой жилья или отсутствие такового, сложности с погашением, с кредитами, которые они получили в банках. И поэтому основная часть заявок была именно по таким вопросам. Попечительский совет фонда принял решение, что мы такими вопросами не занимаемся. И понятно, что такие заявки были отклонены, но мы, тем не менее, рассматривали каждую заявку в отдельности, и для этого наняли даже дополнительный временный штат. Но все-таки то, чем концептуально будет заниматься фонд, это больше ориентация на программы. Это оснащение родильных домов, перинатальных центров оборудованием для того, чтобы проводить раннюю диагностику, скрининг детей по офтальмологическим, по зрению, и аудиологическим, по слуху, риском. То есть, если принять во внимание, что в среднем в нашей стране 107 детей ежегодно становятся в среднем глухонемыми, просто по причине того, что в раннем детстве не определили этот порог, то такой скрининг позволит, сплошной скрининг всех новорожденных, позволит во многих случаях исключить риски того, что будут у детей большие проблемы со зрением и со слухом. То есть, каждого ребенка будет? Это каждого ребенка. Это программа, которая предполагает оснащение всех перинатальных центров. Это нужно работать с Министерством здравоохранения, с каждым перинатальным центром. То есть, это процесс. Это не то, что может быть сделано сразу. Но эффект, понятно, что он системный для страны, для здоровья детей, наций. Далее мы отрабатывали вопросы. К нам много поступает заявок лечения за рубежом. Но, понимаете, 300 заявок к нам поступило примерно. Но эти заявки – это от людей, которые приняли решение лечиться за рубежом, уехали, и ввиду отсутствия денег обращается в фонд, чтобы помогли. Но в этой ситуации, если мы будем двигаться по пути удовлетворения всех заявок, ну тогда мы просто вместо Министерства здравоохранения, вместо правительства, которое имеет соответствующую бюджетную программу лечения за рубежом в тех случаях, когда такую помощь нельзя получить в нашей стране, ну просто все будут уезжать за рубеж, если мы просто будем по каждой заявке предоставлять там финансирование. В прошлом году же изначально возникла идея создать фонд «Хазахстан-Холхна», и там основной акцент они как раз хотели сделать на орфанных заболеваниях, то есть редкие генетические заболевания. Да, я вот тогда сейчас на этот ваш вопрос отвечу, закончив ответ на предыдущий. И мы приняли решение, что мы будем оказывать помощь там лечению за рубежом в тех случаях, когда правительство отработает все вопросы, связанные с выбором клиники, с условиями лечения за рубежом, но по причинам, которые, скажем так, если по каким-либо причинам не могут оплатить лечение за счет бюджета, мы это делаем. Мы уже отправили двух детей за рубеж, поскольку в одном случае Минздрав не оплачивает перелет спецбортом, это просто законодательством нашим не предусмотрено, а ребенка нельзя было отправить рейсовым самолетом. Во втором случае условия оплаты, там полностью предоплаты, российская клиника требовала, и это опять же расходилось с требованиями наших нормативных документов, нашего Минздрава мы тоже оплатили. То есть мы не можем решать, в каких клиниках лечить, мы не можем договариваться, за какую цену лечить, на какой срок отправлять, какой должна быть реабилитация, поэтому мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения, и в тех случаях, когда не могут отправить они, отправляем мы. То есть мы все-таки пытаемся это выстроить системно, не просто опираясь на заявки, я вот об этом хотел сказать. Что касается создания фонда, то да, действительно, в прошлом году идея создания фонда, она появилась еще в конце прошлого года, его хотели создать по типу российского фонда «Круг добра» для финансирования больных орфанными заболеваниями, это редкие тяжелые заболевания, и там порядка 70, около 70 заболеваний, к приказам Минздрава к ним относятся. Лечение этих заболеваний очень дорогое, и во всем мире значительная часть финансирования таких медикаментозного обеспечения, лечения таких заболеваний, случается за счет благотворительных фондов. Это одно из важных направлений для нашего фонда. То есть изначально Казахстан Халкана создавался для детей? Предполагалось, что он будет создан. Но случились январские события, и формат, концепция фонда существенно изменилась. Влад Белохмедович, многие жалуются, говорят о том, что номер телефона, который указан у вас на сайте, что они не могут дозвониться. Вообще, куда обращаться за помощью? Знаете, вообще все обращения фонд через электронный портал. Просто у нас нет колл-центра, который бы обслуживал население, и у нас очень ограниченный штат, поэтому мы не можем себе позволить иметь колл-центр. Но через портал могут обратиться все. И я знаю, что есть сложности с порталом, но наш портал работает через электронный портал электронного правительства, и все сложности, какие есть, они, собственно, связаны с теми сложностями, которые есть при вхождении в электронный портал правительства. Их ни больше, ни меньше, не все могут зайти в электронный портал правительства, однако это не означает, что нужно звонить в правительство и что-то выяснять. Все равно нужно, если получить какую-то услугу, все равно нужно через этот портал обратиться. И поэтому наш портал, все сложности, какие есть, они ровно те, которые на этом портале. И я думаю, что просто нужно более внимательно смотреть, каким образом необходимо на этот портал зайти и отправить свою заявку. А в будущем вы планируете какой-то колл-центр? Все-таки это же упростит? Нет. А зачем так усложняется? Это не упростит, поскольку все-таки у нас, ну, у нас вот сегодня у нас 21 человек, да, это люди, которые заняты проектами, рассматривают заявки. Иметь большой колл-центр мы не планируем. Мы считаем, что все те, кто к нам хотят обратиться, если они в состоянии обратиться через электронный портал правительства за государственными услугами, они в состоянии обратиться к нам. Ну, вы как настоящий государственный деятель, у вас большой бэкграунд. Я думаю, что именно поэтому вас пригласили. Плюс чистая репутация, да, поэтому вам доверили этот фонд. Но вот все-таки, возвращаясь к источнику, да, то есть к основателям фонда, когда про вас еще не было и речи, да, то есть этот фонд кому принадлежит в итоге? То есть кто его учредители? Это частный фонд или же все-таки имеет долю государства? Я думаю, что мой ответ однозначно забракуют юристы, которые вас будут слушать, потому что формально, юридически это частный фонд. Он учрежден частными лицами. Но при этом попечительский совет, который ответственен за использование денег, это точно не люди, которые ориентируются на позицию учредителей в части направления использования фондов, хотя и сами учредители, они тоже члены попечительского совета. Поэтому в целом попечительский совет сориентирован на эффективное использование, на реализацию тех задач, которые в своей речи, инициируя создание фонда, обозначил президент. Более того, все доноры крупные, от которых мы получили деньги, они их предоставили в соответствии с договором, который предполагает строгое целевое использование этих денег исключительно на благотворительность. То есть мы должны будем отчитываться перед донорами об использовании этих денег. Поэтому конструкция фонда такая, что фонд, кроме как благотворительностью, в соответствии с той заявленной программой, под которую доноры выделили деньги, он ничем другим заниматься не может. Не фактически, не юридически. Потому что если фонд будет заниматься чем-то иным, тогда доноры имеют право в соответствии с договором вообще потребовать возврата денег. Вот я смотрю на состав попечительского совета, здесь есть люди, у которых есть тоже фонды, да? И вы говорите, Казахстан Халхана – это фонд фондов. Не получится так, что, например, там Оружан Саин, как тоже член попечительского совета, получит больше там свой фонд, или там Саида Таукелева, например, получит свой фонд. Я ведь только что, я вот буквально несколько минут назад же говорил, что мы никаким фондам деньги не даем. В попечительском совете есть общественники, которые работают с какими-то фондами. Ну, пока от них там каких-то программ для реализации не поступало, но если даже поступит, отношение с ними не будет отличаться ничем от отношений с другими фондами. Мы не даем деньги на содержание никаких фондов. Вопрос не в содержании, вопрос в программах, да, проектах, потому что, ну, у каждого фонда, каждый там один занимается, там, я не знаю, одним, да, там, одной проблемой, второй фонд занимается третьей проблемой. Фондов-то тоже много. Ну, во-первых, все-таки давайте определимся с тем, что мы на содержание фондов никому не даем. Я не говорю про содержание, а про проекты. Если, ну, проект... Ну, условно, будет стоять оружание со своим проектом, да, и вот пришел, я не знаю, фонд там Сталдукургана, да, у них тоже важная проблема, и они тоже хотят, чтобы им выделили деньги. Значит, понятно, что вопрос конфликта интересов, он, безусловно, будет приниматься во внимание. Пока таких случаев не было, никто из членов попечительского совета какие-то программы, проекты к реализации не предлагал. Но для меня вообще, вот, скажем так, потенциально никакой проблемы в этом нет. Я ведь работаю уже достаточно продолжительное время в банковском секторе. В банковском секторе отработаны механизмы, связанные там с кризисованием, связанных ли с решением конфликта интересов. Есть отработанные механизмы, каким образом исключить конфликт интересов. И поэтому, если в будущем такая проблема возникнет, у нее в соответствии с, ну, и с законодательством действующим, и в соответствии со сложившейся практикой, у таких ситуаций есть нормальное разрешение. Вам не обидно, что вы сейчас будете покупать дорогостоящие лекарства, да, там, медикаменты, и оплачивать операции, да, вот эти уколы по миллиарду тенге, то есть это все уходит за рубеж, да. Может быть, все-таки вы будете, вы рассматриваете, что в будущем все-таки вы будете эти деньги, какую-то сумму тратить на то, чтобы наша медицина была конкурентоспособной. Говорить о том, что фонд будет заниматься повышением конкурентоспособности нашей медицины, да, ну, это вообще не наша задача, и это задача государства. Но, тем не менее, мы отрабатываем программу, в соответствии с которой мы будем привлекать зарубежных специалистов для проведения операций здесь у нас в стране. Есть организации, которые имеют хороший опыт привлечения врачей из-за рубежа. Мы будем с ними сотрудничать, то есть мы, участие, наше участие позволит масштабировать эту работу. Есть, конечно, случаи, которые достаточно, на которые нам достаточно сложно реагировать по отдельным заболеваниям. Идут большие дискуссии относительно того, кого приглашать, надо ли приглашать или надо ли отправлять за рубеж лечиться. И в связи с этим, буквально на этой неделе, на встрече с вице-министром здравоохранения Дудником, я этот вопрос поднимал, просил все-таки нам помочь разобраться. Мы не врачи. Мы не знаем, лучше ли, какой из врачей, о которых говорят, лучше или хуже. Мы не знаем, какая из, скажем, медицинских, ну, при лечении одной и той же болезни, какая операция наиболее эффективна. Мы этого не знаем. Поэтому мы попросили Минздрав помочь нам все-таки разобраться и сказали, если нужно направить наших врачей за рубеж для обучения, может быть, мы вообще закроем спор, какой из зарубежных врачей, какая из зарубежных клиник более эффективна, кого надо приглашать или куда надо отправлять за рубеж. А это все очень дорогостоящие операции, о которых шла речь. Может быть, стоит наших врачей направить, обучить. Мы эту тему, безусловно, обсуждаем. Но здесь, еще раз, первое, мы взаимодействуем с теми общественными организациями, которые такой опыт работают, мы позволяем, имеют, то есть мы будем масштабировать их опыт. И второе, вот с Министерством здравоохранения мы хотели бы все-таки по наиболее востребованным, дорогим операциям, по которым нет сегодня четкой позиции, все-таки эту позицию выработать, с тем, чтобы мы могли помочь ее, эту политику, понятную политику реализовать. Ну, смотрите, благотворительность не началась же с вашего фонда, да? Например, у Юрия Пя тоже есть благотворительный фонд, и они там собирают деньги, и потом эти деньги где-то размещают, да, и вот используют только вот эти вот, вот это вознаграждение на обучение врачей. Мне лично, например, как гражданке Казахстана обидно, что очень много денег, да, то есть мы тратим государственных денег, там, собранных денег тратим на то, чтобы там вылечить где-то ребенка, да, хотя та же Турция, например, они сейчас очень круто развили этот кластер, и там клиники шикарные, да, и врачи, и там американские протоколы. То есть мне кажется, что это могли бы вы тоже как-то повернуть, потому что все это время Минздрав это не мог решить. То есть ваш же фонд все-таки создали, да, под орфанные заболевания изначально? Нет, ну, понятно, что мы можем в этом помочь, безусловно. Вы упомянули Пя, и то, что делает не только он, а вообще делает весь кардиологический центр, который он вглавлял. Все кардиологические клиники, которые есть, по сути, в каждом областном центре, делают операции, которые делали исключительно за рубежом. Этот процесс идет. Он, может быть, идет не так быстро, не так хорошо, как хотелось бы, но процесс идет, и, безусловно, я думаю, что мы можем помочь этот процесс ускорить. Минздрав отвечает за все больницы, да, за все врачи. Он отвечает за политику. Ну, за политику, да. Сферы здравоохранения. А вы, получается, становитесь такой базой, да, которая знает вообще, каких заболеваний у нас больше всего, да? Сколько детей сейчас болеют СМА, например. Мы не можем быть базой. Знаете, вот у общества есть завышенные какие-то ожидания деятельности нашего фонда благотворительного. И ваш вопрос, ваши вопросы, целый ряд вопросов, он тоже достаточно, ну, скажем так, он вообще превышает то, ради чего благотворительные организации существуют. Благотворительные организации не существуют, чтобы заменить государство. Все, о чем вы говорите, это задачи государства. Ни одна благотворительная организация ни в одном мире не ставит задачу, а подменить, заменить и выполнять тот функционал, которым должно заниматься государство. Мы можем быть дополнением. Мы можем быть дополнением по тем вопросам, которые, ну, скажем так, по которым нужны какие-то, какая-то дополнительная помощь, по которым нужны какие-то пилотные проекты, с тем, чтобы разворачивать программу. Понятно, что не каждый пилотный проект в сфере здравоохранения может там иметь бюджетное финансирование. Поэтому мы можем в этом помочь. Но мы никогда не ставили и не ставим таких задач, которые являются задачами государства. Как вы принимаете решение? Вы сказали, что двоих детей уже отправились за рубеж лечиться пострадавшим в январских событиях. То есть собирается весь попечительский совет. Как вот происходит процесс принятия решений? Процесс принятия решений, он следующий. Мы на попечительский совет выносим программы. То есть вот программа по орфанным больным. Они не рассматривают там пофамильно. Они утверждают нам программу, лимит. Затем мы собираем списки тех, кому нужно оказать помощь. И уже пофамильно, кому конкретно оказать помощь в рамках утвержденной попечительским советом программы, уже принимает решение о правлении. И если, допустим, прежде чем разрабатывать какую-либо программу, мы выносили на попечительский совет основные направления. То есть чтобы заручиться подходами, прежде чем выходить с программой. Потому что, чтобы разработать программу, нужно взаимодействовать со многими организациями. И для того, чтобы мы быть уверенными, что эту программу попечительский совет поддержит, мы само направление, так сказать, докладываем, защищаем, потом разрабатываем программу. Вот, например, нам утвердили основные направления по бионическим протезам для детей. И сейчас мы разработали программу и планируем буквально на следующей неделе вынести на попечительский совет уже программу по бионическим протезам для детей. Мы отработали с тремя заводами, которые, это не просто, ну, заводы как, компании, которые занимаются, работают с теми, кому бионические протезы нужны, с пациентами. Далее их обследуют, замеряют, определяют, какого рода нужны протезы. Затем изготавливают, частично изготавливают. Ну, сколько детей получат эти протезы? Мы полагаем, что всем детям, ну, инвалидам, которые потеряли по разным причинам, там, нижние, верхние конечности, я думаю, что мы будем стараться помочь всем детям. То есть все дети, у кого нет руки, ноги? Всем детям, кому показано будет, потому что ведь не всем и показано, есть еще медицинская сторона этого вопроса. А сколько это примерно детей? Я сейчас не могу сказать, какому количеству это потребуется, но сейчас у нас в работе 12 таких заявок. Всего 12? Ну, знаете, ну и слава богу, это же совсем тяжелые случаи, особенно для детей, поэтому сейчас. Ну, в целом, три предприятия, с которыми мы будем работать, и, ну, они разные оценки, честно говоря, дают, и мы сейчас находимся в процессе выяснения того контингента, которому нужно будет помочь. Но я могу сказать то, что, тем более вот это все пойдет в эфир, все, что касается по бионическим протезам детей и молодежи, мы постараемся, в зависимости от того, какими возможностями будут располагать эти предприятия по изготовлению, мы постараемся эту проблему закрыть. Я думаю, сейчас вас завалили не только заявками на вот эти протезы, да, но и предприятия, которые производят эти протезы. Их не много. Поставщиков сейчас много с заявками. Знаете, вообще мы думали изначально, что мы утвердили критерии для всех организаций, которые к нам выйдут с какими-либо проектами, с тем, чтобы отбирать проекты в соответствии с этими критериями, но поняли, что на самом деле, да, мы ведь, если бы мы платили каким-то благотворительным фондам за то, что они проекты эти реализуют, наверное, их было бы много. Но поскольку мы всем говорим, что мы будем помогать вам реализовывать благотворительные проекты, но вам, именно вам, на ваше содержание не будем давать ни одного теина, ну, на самом деле, понятно, что очередь не выстраивается, но, тем не менее, я хочу сказать, что в нашей стране много благотворительных организаций, которые занимаются очень интересными, полезными проектами в интересах общества. И мы хотим, как фонд, который располагает значительными финансовыми ресурсами, помогать таким фондам реализовывать их проекты. Мы не будем давать деньги на их содержание, ни одного теина. Но те проекты, которые они реализуют, мы готовы масштабировать с тем, чтобы большее количество людей могло такие услуги получить. Как вы сейчас храните деньги? То есть они у вас на счету в банке, да? Да, значит, мы определили, что мы работаем с банками, которые имеют рейтинг B. То есть это несколько банков или один? Это несколько их. Ну, по сути, это первые 11 банков в нашей стране имеют такой рейтинг. Из этого списка надо убрать от Басбанк, который вообще такими делами не занимается. Нужно убрать из первых 11 два санкционных российских банка. Ну и останется 8 банков, с которыми мы работаем. Вы как финансист их как храните? В тенге, в долларах? Они все в тенге на депозитах под проценты. Под проценты? Конечно. Не хотите их в доллары перевести там? Нет. Ну, все-таки расходы у нас будут в основном в тенге. Ну, сразу после девальвации, честно говоря, такой возможности перевести и не было, поскольку были ограничения определенные. Ну, сейчас уже смысла большого в этом и нет. Во всяком случае, я не вижу в краткосрочной перспективе. То есть, значит, доллар не будет расти по вашим мнениям? Нет. Я так не говорил. Я говорю о том, что не вижу рисков того, что может быть какая-то обвальная девальвация. А зарплатный фонд, он откуда? Значит так, поскольку доноры перечислили все деньги исключительно на благотворительные цели, поэтому зарплата платится за счет вознаграждения на депозитах. Что касается затрат на офис, то нам его предоставили в аренду бесплатно. Компьютеры нам предоставили, спонсоры бесплатно. В фонде там есть одна машина служебная, ее тоже в аренду предоставили бесплатно. На чем вы ездите? Мебель бесплатна. В свои машины? Я езжу не на этой машине, я же еще член совета директоров банка, я езжу на служебной машине банка. Поэтому вас и назначили, наверное, потому что у вас есть имя, репутация, вы можете позвонить к любому человеку. Как вы говорите, допустим, ваш сотрудник будет звонить в министерство, разговаривать с витаминистом. Я не думаю, что я могу позвонить любому человеку, потому что я человек, который всегда соблюдал субординацию и продолжаю ее соблюдать. Я только при большой надобности кого-то могу беспокоить. А так я пытаюсь двигаться таким стандартным способом. Почему назначили? Я думаю, что просто из опыта работы финансовой системы и с учетом того, что в этом фонде большие деньги, ну, с тем, чтобы в этой части, скажем так, не было проблем, да? Не было проблем. Ну, это мое мнение. А вот вы сами как восприняли для себя это предложение? Как миссию? Не знаю, у меня не было времени там так, скажем. Такие философские мысли меня не посещали, поскольку у меня был цитнот по времени. Я должен был сразу сказать, да или нет, поэтому я сказал да. Вы сказали да, но сейчас, когда вы общаетесь с благотворительными фондами, вы видите, кому вы помогаете, да? Вы видите, сколько детей, оказывается, болеют различными заболеваниями. Вы же понимаете, что это происходит? Я сейчас, работая в фонде, могу сказать, что тех, кто просит помощи и кто считает, что ему должны помочь, их гораздо больше тех, кому мы поможем. Поэтому в этом фонде я своим сотрудникам говорю, работайте, не ждите благодарности, их не будет никогда. Можно вам задать личный вопрос? Пожалуйста. Да, касательно вот вашего здоровья. Вы никогда не сталкивались со сложными заболеваниями? Не знаю. Каждое заболевание не подарок, но тяжело я не болел, да, это так. Ни одна семья не готова к встрече со сложным диагнозом, поэтому я думаю, что люди сразу начинают обращаться в благотворительные фонды, к государству. То есть даже семья выше среднего достатка не имеет таких средств. Я сегодня только со своей подругой разговаривала, ей вылечить маму 20 тысяч долларов нужно. То есть это всегда такой стресс, и ты должен иметь какую-то подушку финансовую. По поводу вашей подруги, да. Они обратились по месту жительства или в какую-то профильную клинику, так ведь? Да. Изначально да, а потом поехали за рубеж. А почему? Потому что посчитали, что за рубежом лучше, да. Они так посчитали, они так посчитали. Ну, не знаю, я вот много раз это произносил, ни я, ни врач, и даже если у нас в фонде есть специалисты с медицинским образованием и в прошлом врачи, все равно мы не медицинская организация. Мы исходим из того, что всех, кто не доверяет нашей медицине, фонд за рубеж лечиться отправлять не может. Потому что это будет мизерная часть всего населения. А что остальные? Остальным сказать все, вот эти поедут, а эти не поедут. Поэтому все, что касается лечения за рубежом, мы исходим из того, что если в нашей стране лечат, мы за рубеж не отправляем. Если человек принимает решение выехать, в нашей стране лечат, но его не удовлетворяет качество, ну, в целом, не доверяет нашей медицине, принимает решение выехать, а в фонд обращаться смысла нет. Мы откажем. Если же в нашей стране такие операции не делают, то тогда мы это отрабатываем с Министерством здравоохранения, или они отправляют за счет бюджета, или если появляются какие-то там формальные сложности, то отправляем мы. А как вы относитесь к людям, которые не доверяют нашей медицине? Я нормально отношусь. То есть вы считаете, что нужно полностью доверять нашему медицине? Нет, нет. Вы видели, когда в последний раз были в какой-нибудь там региональной больнице? Я так не считаю. Я так не считаю, что нужно доверять нашей медицине, нормально отношусь к тем, кто не доверяет. Я просто говорю, что мы не можем отправлять всех наших граждан за рубеж. Если в нашей стране лечат, мы этого просто не делаем. И не имеет значения, как я к этому отношусь. Окей. Сейчас вот на конец апреля сколько людей уже получили помощь от фонда «Казахстан Халкан». Знаете, все-таки мы сейчас находимся в стадии отработки так называемых вот этих нашей продуктовой корзины, то есть тех услуг, которые мы оказываем. По лечению за рубежом мы буквально этой неделе договорились с Министерством здравоохранения, что мы заключим соответствующий меморандум, где будут прописаны все условия этой услуги. То есть мы по каждой нашей услуге отрабатываем подходы. Это работа, ну, понимаете, если бы все решалось в нашей стране, не знаю, там по мановению какой-то волшебной палочки, наверное, бы фонда не было, и все бы дела решались быстрее. Но мы очень долго отрабатывали список тех, кто не получает помощь по орфанным заболеваниям. Мы полтора месяца его отрабатывали. Мы сейчас отрабатываем подходы по взаимодействию с Минздравом по лечению за рубежом. Значит, мы отрабатываем программу по оснащению детских специальных школ для особенных детей, у нас их 99, по оснащению их оборудованием, поскольку эти школы оснащены на 30%. Мы, это будет программа на несколько лет, мы собираем, какое оборудование в школах есть. Мы отрабатываем, какое оборудование необходимо поставить. Потом будет, собственно, процесс заключения договоров. Сколько времени вам еще нужно, чтобы полностью знать четко, кому будете помогать? Я думаю, что в середине года основные услуги, которые оказывает фонд, до середины года, ну не так много и осталось до июля месяца, основные услуги, которые оказывает фонд, они будут уже четко структурированы. И просто нужно будет заходить на портал и смотреть, у тебя такая проблема, подпадаешь ты под контингент или нет. Потому что, вот как я сказал, что у нас будут ограничения по лечению за рубежом, у нас ограничения будут во всем. Допустим, специальные средства реабилитации. Есть для больных детей церебральным параличом разное оборудование, которое нужно иметь и дома, те же вертикулизаторы, ну, чтобы ребенок в вертикальном положении находился. Но эту помощь мы не будем оказывать всем, кому она нужна. Мы будем оказывать только детям, которые даже не сидят. Ну, то есть из всех детей, кому нужно, только части. А еще есть дети, которым нужны инвалидные кресла. Будете им закупать? Да, инвалидные кресла нужны не только детям, но мы будем помощь оказывать только детям. Понятно, что все это ограничения. Все это ограничения, которые, ну, все должны понимать, фонд вытаскивает какую-то из всей проблемы, вытаскивает, может быть, какую-то самую острую, но от этого всем другим людям не легче. Если мы говорим, что те же бионические протезы мы будем поставлять детям и молодежи, то взрослое население скажет, а почему не нам? Объясню, мы не можем всем. Мы не можем всем, и здесь и подход, или всем, или никому, он тоже не лучший. Но всегда, почему детям и молодежи? Потому что это позволит им социализироваться, то есть открывает возможности для поиска учебы, поиска работы. Ну, то есть эффект, там эффект больше. Где эффект больше от нашей помощи, мы там и будем помогать. Справедливо? Нет. Если вот смотреть на всех нуждающихся, с их позицией нет. С позицией, ну, не знаю, такого беспристрастного взгляда на деятельность фонда, ну, где больше эффект, туда вложили деньги, наверное, это справедливо. А вот много вы требуете бумаг, вот этой бюрократии, чтобы доказать, что да, действительно, срочно нужна операция? Ну, на самом деле, к нам обращаются в случае, когда все бумаги на руках. То есть к нам не обращаются. Вот утром встал и думает, куда бы обратиться за помощью. А, да, вот есть Казахстан, Халкна. Обычно к нам обращаются те, кто прошли через все-все инстанции. Ну, поскольку речь идет о каких-то непростых ситуациях. Так что обычно у этих людей есть все. А если шансы невысокие, вы будете помогать? Ну, вопрос такой не очень понятный. Ну, скажем, у ребенка, допустим, если требуется срочная операция в Германии. Мы не врачи, мы не оцениваем никогда никакие шансы. Мы их знать не знаем, поэтому это могут врачи знать, мы этого не знаем. Если есть заключение медицинское, мы смотрим. Если его нету, не знаю по каким причинам, мы этого не делаем. Вот вы говорите, вы не врачи, но у вас есть деньги, и вы принимаете решение. Мы принимаем решение. Вот сейчас вы спросили меня, какую ситуацию, лечение за рубежом? Да. Хорошо, объясняю. Лечение за рубежом. Мы работаем с Министерством здравоохранения. У них есть специальный уполномоченный орган, который занимается лечением за рубежом. Он начинает эти вопросы прорабатывать только тогда, когда будет заключение клиники, которая лечит ребенка. Ну, если о ребенке речь. Если клиника выносит решение, что в нашей стране такое лечение не может быть оказано, она отправляет документы в этот уполномоченный орган. Этот уполномоченный орган подбирает клинику, подбирает, ну, которая могла бы в этой сфере помочь. Мы этого не умеем делать. Мы не знаем в мире, какие клиники, какие операции, в каких случаях делает, и кому какая операция нужна. Они это определяют, договариваются о стоимости, начинаются переговоры. И дальше у них могут возникать какие-то формальные причины. Вот я вам два случая до этого же рассказывал. В первом случае нельзя отправить рейсовым самолетом. Спецборд по законодательству не положен. Ну, в этом случае мы можем помочь. Во втором случае они 50% в соответствии с нормативными документами платят авансом, 50% после. Российская клиника, все российские клиники на этих условиях всегда работали, но не знаю, что у них в связи с войной случилось. В этот раз они отказались. Сказали только стопроцентная предоплата. Опять тупик. Мы помогли. На примере этих случаев мы действовали не как врачи, мы действовали как фонд, который помог решить конкретную проблему для уполномоченного государственного органа, который занимается отправкой на лечение за рубеж. Другой случай. Кто-то сам уехал, принял решение. В Турцию уехал и пишет нам, пришлите деньги, мы не помогаем. Потому что таких людей очень много. Если мы начнем это делать, тогда вообще все просто будут... Надо, не надо. Речь идет только о детях? Знаете, мы сейчас определили, что отправка за рубеж, лечь идет о детях. А в целом фонд Казахстан Халхана будет помогать взрослым? Если лечение за рубежом, то в каких-то отдельных случаях мы будем это смотреть. Но как дети это будут... Если вот все складывается так, как я сказал, уполномоченный государственный орган по формальным каким-то причинам техническим или вот как нужен спецборд, не может, мы помогаем. Что касается детей, это будет... Ну, мы будем стараться сделать во всех случаях. Ваш фонд работает всего 4 месяца. Ну, не ваш, а наш. Он же народный, хоть и частный получается. Но уже столько критики, да? Я вот захожу в Facebook, и Мухтар Тайжан, и Мурат Абенов вас критикуют. Почему? Во-первых, фонд все-таки работает не 4 месяца, а после середины января регистрация. Была это 3 месяца с момента создания фонда. И, ну, вообще-то, людей мы начали набирать в феврале месяцы. Офис мы получили в конце февраля, с 1 марта я, собственно, сам только и получил. То есть фактически только 2 месяца, да? Ну, да, фактически так. Почему критикуют? Ну, надо у них спрашивать. Ну, допустим, Мухтар Тайжан критикует, что вы перечисляете деньги благотворительным фондом, а не напрямую, да? То есть это не адресная помощь. А так как фонды, как правило, там никто особо и не проверяет, кто будет отвечать, да, потом за эти деньги? Ну, во-первых, мы пока еще ни с одним фондом, ни одну программу реализовывать не начали. Поэтому, когда нас критикуют за то, что мы сделали то, что мы еще не начинали делать, я эту критику учту. Но еще раз хочу сказать, что фондам на содержание мы деньги давать не будем. Это уже сколько раз мной было сказано. Программы. Программы, ну вот, скажем так, сейчас, завтра я встречаюсь, чтобы посмотреть программу по созданию реабилитационных центров для детей. Если есть опыт у фондов по созданию таких реабилитационных центров, да, то два варианта есть. Или нам самим учиться, как такие реабилитационные центры создавать, то ли сотрудничать с этим фондом. Сотрудничать можно двумя способами. Перечислить им деньги и ждать результата. Есть другой способ. Финансировать только сам проект, не финансируя фонд. То есть напрямую осуществляя закупки по поставке оборудования и так далее, и так далее, ну в той части, в какой мы на себя берем. Мы выбираем второй путь, с тем, чтобы не финансировать фонды. Поэтому, ну, получается так, что нас покритиковали за то, что мы еще и даже и не делали. Ну, я не скажу, что я там увлеченно читаю все эти посты и прочее. Вот у нас есть пресс-секретарь, которому я поручаю это делать. Она мне докладывает о том, что происходит. О том, что происходит, потому что, честно говоря, не вижу смысла читать все, что пишут. Но вы же понимаете, что люди хотят просто прозрачности. Будет это прозрачность? Можно вот на сайте смотреть? Было там 129 миллиардов, минус столько-то, ушло на столько-то. Значит, на сайте опубликованы все поступления и все расходы. Да, и с первого дня. Просто поскольку те программы, о которых я говорил, они требуют значительной проработки, по ним не было расходов. То есть мы начинаем, мы их прорабатываем все это время, но пока расходы только те, которые на сайте есть. Возможно, люди думают, что расходов больше, чем отражено в отчете, не так. В тех отчетах, которые размещены на сайте, это все расходы, которые мы сделали на сегодняшний день. И информация появляется день в день. Допустим, сегодня я вернусь, и вот я вам сказал, что там 13 людям должны оказать помощь. Я сегодня вернусь в офис, успею там до закрытия банковского дня сделать какие-то расходы вместе с бухгалтером. Значит, завтра эта информация появится. Если я сегодня не успею это сделать, значит, это будет завтра, и она завтра же появится. Поэтому вся информация по движению денег в фонде публикуется, ну, по сути, день в день. Вы несколько раз сказали о том, что на вас очень много надежд. В этом, я думаю, ничего плохого нет. У людей действительно большие надежды на ваш фонд. Опять же, я сказал не так. Я сказал, у людей слишком большие ожидания, неоправданно большие ожидания от фонда. Ни один благотворительный фонд ни в одной стране не может решать проблемы всего общества. Это невозможно. Я вот говорил о завышенных ожиданиях. Они присутствуют. И никуда ты этого не денешься, потому что фонд создавался по поручению главы государства. Как раз такие очень критические моменты, период в нашей стране. И понятно, что у людей сложилось определенное. У вас это стимулирует? То, что люди на вас надеются, что люди ждут. Я, ну, не знаю. Я думаю, что задача фонда четко определить, где мы можем помочь, где не можем помочь. И понятно, что определится контингент, который это одобрит. Но поскольку тем, кому фактически будет отказано, и будет больше. Поэтому в конечном... К этому нужно быть готовым. Да, да, да. И еще раз, ничего в этом такого страшного нет. Самое важное, чтобы от того, на что тратятся деньги, или, точнее, программы, на которые тратятся деньги фонда, ну, чтобы они работали, приносили пользу. И со временем, я думаю, общество оценит. Когда они увидят, что вот мы начали реализовывать программу скрининга аудиологического и офтальмологического, то если не будет инвалидизации детей, у которых в раннем возрасте выявили проблемы со зрением, и за счет вмешательства эту проблему решили, ну, со временем, я думаю, непредвзятые люди оценят, что это правильный подход. Сколько это времени нужно вам для этой реализации? Для этой программы? Да, для этой программы. По офтальмологическому скринингу, я думаю, несколько месяцев. Ну, это быстро. Это быстро. Там основной вопрос не купить оборудование, основной вопрос это обучить специалистов, выстроить систему в самом здравоохранении. Это займет время. Орфанные заболевания для вас тоже что-то новое, да? Потому что я тоже особо раньше не знала, что это такое. Ну, я же не медик, я такое слово впервые услышал, придя в фонд. Вот диагноз СМА, да, вот сейчас очень много детей, оказывается, болеют этим заболеванием, да, там еще очень короткий срок, за который нужно успеть, да, поставить этот укол с алген СМА, и народ собирает, да, я сама тоже участвовала, там, Айнур Турсымбаева закрывает, там, по миллиарду. Люди просто там за вечер могут 100 миллионов тенге собрать, то есть народ готов помогать, да. То есть укол стоит миллиард тенге, да, его можно получить в России, да, можно получить в разных странах. Может быть, стоит поговорить с разработчиками, да, этого укола, чтобы мы в Казахстане могли ставить этот укол. Именно так и было сделано. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы коснуться денег, которые собирают на Золген СМУ. Тем, кому в соответствии с протоколами производителя этот укол подходит, и по кому, ну, соответствующие, есть соответствующие экспертные заключения, мы для них покупаем эти препараты, а сегодня мы приобрели 4 и 4 укола сделано. Здесь, в Казахстане, не в России, а где-то. И еще один ребенок появился, еще вот сейчас мы заключаем договор, и пятому ребенку такой будет укол поставлен. То есть деньги от населения, которые собираются, они здесь вообще не нужны. Поэтому деньги, которые собирают родители детей, которым уколы, ну, приобретается препарат за счет фонда, мы к этим деньгам не имеем никакого отношения. Нет, я в курсе, но эти родители, если завтра докажут, что действительно у ребенка СМА, они могут рассчитывать на то, что там не хватает 200-300 миллионов, что вы эту сумму можете закрыть? Нас вообще не интересует, сколько им хватает и не хватает, потому что к их деньгам мы никакого отношения не имеем. А, то есть вы просто представляете укол, да? Мы, если полагается, мы это делаем. Все, что касается СМА, это спинально-мышечная атрофея и прочие орфанные заболевания, мы с Министерством здравоохранения, местными исполнительными органами отработали тот контингент, по которому, ну, нам предлагают помочь. Это 201 ребенок. И собирают ли родители этих детей деньги, не собирают ли, для нас не имеет никакого значения, потому что для всех 201 ребенка фонд приобретет необходимые лекарства, это не только Залгенсма. Просто у Залгенсма есть ограничения по использованию, и это другие препараты, они тоже очень дорогие, ну, они тоже, цена их сотнями миллионов тенге исчисляется. Поэтому независимо, еще раз, нас вообще не интересует, собирают деньги родители или не собирают. Вот есть 201 ребенок, по которому мы взяли на себя обязательство приобрести необходимые препараты, мы их приобретем. Мы сейчас отработали с местными исполнительными органами, с Минздравом. Теперь мы отрабатываем с производителями. Вы спросили, можно ли делать эти уколы здесь? Да, впервые. Теперь в нашей стране по уколу Залгенсму делают у нас в стране, это в центре материнства и детства, который входит в этот холдинг UMC, а холдинг UMC входит в Назарбаев университет. Ну, кстати, вы говорили там о критике Абенова, да, он говорил о том, что мы финансируем Назарбаев университет. Это абсурд, потому что мы приобрели лекарства, а укол сделали в центре материнства и детства. Мы с этим центром материнства и детства никаких финансовых отношений не имеем, они выполняют свою функцию, за которую им вообще бюджет их финансирует. Первые деньги фонд «Казахстан Халкана» помог собрать наш президент. То есть мы видели, да, каждый день буквально там. Эта компания перечислила, эта компания. Причем и государственные служащие тоже отправляли. Я видела администрацию судов в Туркестанской области, по-моему, да, там 3 миллиона тенге. То есть это все можно увидеть у вас на сайте. То есть после того, как президент лично, да, как бы этот процесс контролировал, перестали поступать новые деньги? Дело в том, что все-таки основные поступления были от крупных компаний. Крупные компании, они все-таки, оказывая благотворительную помощь, они ориентируются на налоговое законодательство, в соответствии с которым там есть вычеты из налогооблагаемого дохода, суммы там перечисленных на благотворительность. В этих пределах они деньги перечислили, поэтому в текущем году от крупных компаний поступлений уже не будет. Не будет. Да, потому что они в тех пределах, каких могут поставить на вычеты, они деньги перечислили. Что касается будущего, ну, мы все-таки надеемся, что в текущем году мы выстроим работу фонда и нашим крупным компаниям будет понятно, на что расходуются те средства, которые они выделяют. И все-таки крупные компании, они ориентируются на, ну, скажем так, не просто там на поручение президента, а в целом на те потребности, которые, о которых говорит и президент, и правительство. И я полагаю, что в следующем году тоже будут выделяться средства в этот фонд. Ну, как минимум, два человека вам уже не смогут перечислить. Перечисляют, в конце концов, предприятия. Почему? У вас и физические лица. Физические лица есть, но основные все-таки суммы – это от наших крупных предприятий. Как вы будете в следующем году собирать предприятия? Я же еще раз говорю, основные средства были перечислены крупными предприятиями. И мы надеемся, что и в следующем году это будет продолжено. Но я еще добавлю, что мы все-таки хотим ориентироваться не только на крупные предприятия. Мы хотим ориентироваться на средний, малый бизнес, который мог бы участвовать в тех проектах, которые мы реализуем. Я знаю, что много предприятий, которые оказывают благотворительную помощь, готовы ее оказывать. Но они хотят это делать в своем городе, на своей улице, в своем районе. И, допустим, я говорил о бионических протезах. Мы эту программу будем разворачивать следующим образом. Мы опубликуем согласие этих детей, их имена, и будем собирать деньги конкретно на этих детей. Поскольку бионический протез изготавливается несколько месяцев, будет время рассказать и об этом ребенке, и зачем нужен протез. То есть мы хотим помочь тем людям, которые хотели бы оказывать благотворительность, не просто скидывать деньги на счет фонда. У них могут быть сомнения, на что пойдут эти деньги, нет. Адресно, да? Адресно. И я думаю, что с учетом того, что из всех физических лиц, которые нам перечислили, большинство это люди, которые совсем мелкие суммы просто сбрасывали, Садапа Болсон Деп, где деньги передавали. Я думаю, что это вот как раз тот контингент, которому было бы, ну, скажем так, не пройдут мимо, если речь будет идти о помощи конкретному ребенку. И поэтому мы планируем вот в таком виде тоже разворачивать свою деятельность. Не потому, что мы хотим собрать больше в данном случае, а для того, чтобы, ну, скажем, открыть возможности для оказания благотворительности более широкому кругу и предприятий, и людей. Вы как-то сказали, что для вас бег – это адреналин. Спорт вообще адреналин, не только бег. Это хорошее настроение, хорошее самочувствие, это общение с очень многими людьми. И поэтому… А вы любите бегать один или с кем-то? Я бегаю один, потому что бегаю с утра. Если ты на кого-то ориентируешься, то, ну, точно не уложишься. Я люблю один. Кто… у всех по-разному. Самое главное – бегать, а там уже все остальное не так. Самое главное – это побороть свое тело утром, да? Да. Чтобы хорошо бегать, надо просто бегать. Слушайте, а как вот вы в 98-м году просто в один прекрасный день решили и все, да? Да нет, нет, нет. Ну, наверное, я больше решал, что надо бросить курить. А-а-а. А не бегать. Ну и… Получилось? Ну, да. Супер. И поэтому… Ну, это же не так, что вот просто решил бегать и все. Просто по чуть-чуть выходил, бегал, понравилось. Дальше – больше. Бег – самый доступный, да, вид спорта. Вообще в Астане… Денег не нужно. В Астане возможность для бега, ну, возможности все есть. Ну, вот эта набережная, она, я уже сказал, в один конец 15 километров. Ну, это через весь город. Таких дорожек в городе очень много. И поэтому… А где вам больше нравится бегать? В Алма-Ате нравится? В Алма-Ате. Я бегаю в парке первого президента, мне там тоже нравится бегать. Ну, я много что люблю. И горные лыжи, и в горы ходить, и коньки, и вело, и бег. Так что… Часто вы своих друзей, скажем, заряжаете на спорт? Наших чиновников, например? Ну, у меня много друзей. Часть из них – это те, с кем мы вместе на вело ездим, ну, на каток, на катке. Вы же еще в триатлонах же участвуете? Ну, да, участвую. Слушайте, триатлон – это вообще жесть, мне кажется. Тяжело там. То бежишь, потом на велосипеде, потом плывешь. Как вы это вообще выдерживаете? Я уже устала, моих операторов жалко. Нет, у них задом бежать хорошо получалось. Как часто вы видите членов попечительского совета, вот в оффлайн-режиме, да, и будет ли меняться состав? В оффлайне я вижу нечасто. У нас заседание в онлайн-режиме, по зуму. Заседание проходит по мере необходимости, после того, как, когда набираются какие-то вопросы, мы их выносим на поп-совет. Будет ли меняться? Ну, я полагаю, что это будет нормальный процесс. Нормальный процесс, потому что, ну, кто-то из членов поп-совета может не видеть себя в составе. Может выйти? Конечно. Поэтому, ну, я руководитель исполнительного органа, я не назначаю поп-совет. Их назначают ученики? Да. Как вы думаете, будете привлекать тех, кто вас критикует, чтобы они, скажем, увидели, да, весь процесс принятия решений? Для меня это не принципиально, поскольку нахождение в поп-совете налагает ответственность. То есть, кроме критики, нужно еще что-то предлагать. Поэтому никаких сложностей с критиками не вижу, потому что если они придут работать, они будут работать. Если они такого желания не изъявят, то они просто не придут. Вы финансист, и вы сами сказали, что у вас никогда не было опыта работы вот в такой сфере. Я просто сама, когда снимаю детей, да, вот эти истории, всегда сложно как-то, знаете, закрыть сердце. То есть, ты все равно, они проходят эти истории через сердце. То есть, ты понимаешь, какую боль, да, испытывает семья, то есть, болеет ребенок, ему нужна срочная помощь. Вот как вы переживаете, да, то есть, каждый кейс на себе. Знаете, я все-таки, я имею опыт работы в социальном секторе. Я работал два года вице-министром труда и социальной защиты. То есть... Ну, там не про смертельные заболевания, не про редкие заболевания. Ну, понятно, но я вообще про социальный сектор. Письма все-таки рассматривает подразделение по приему заявок. Когда мы разбирали завал, большой завал из 36 тысяч заявок, который в феврале и в начале марта пришел, мы нанимали временно работников. И, ну, наверное, треть этих работников через день-два отказывались работать, поскольку сказали, что такие письма они читать не могут. Вот. Да, они хотели бы там временно поработать, но... Но это тяжело. Да, поэтому этот удар, о котором вы говорите, он приходится на тех, кто сидит на приеме заявок. Я все-таки работаю уже с таким систематизированным материалом, а не читаю каждое письмо. Ну, вам не хочется включиться в какой-то процесс и увидеть ребенка, которого вы сейчас отправляетесь там в спецборту? Я включаюсь во все процессы в этом фонде, но для этого мне не надо читать все письма. Если я буду читать все письма, я тогда из всех процессов выключусь, я просто ничего не буду успевать делать, то, что я должен делать как руководитель. Ну, вы как руководитель все-таки фонда «Казахстан Халхана» будете встречаться с детьми, которых вы отправляете на лечение, которому сейчас будут ставить уколозал Генсман? Ну, на самом деле, да, я меньше всего хотел бы и не буду пиариться на фоне тех, кому мы поможем. Субтитры подогнал «Симон»!